Она необходима не только для силикатной, там и Стрелковское поселение, потому что я посмотрел расстояние Федюкова, Кузнечики старые, там более 10 километров, то есть там, например, норму 5 километров, там гораздо больше. У меня такой вопрос. Я в прошлом году, это 13 апреля, когда министр здравоохранения приезжал, задавал по поводу льготной аптеки для района Новосырова. То есть год прошел уже, 13 апреля будет, но аптеки льготные нет. Мне просто жители постоянно обращаются, говорят, ну где аптека льготная. И следующий вопрос, ко мне обратились жители силикатные два по поводу заезда в детскую поликлинику на Ульяновых 31, потому что у нас сейчас два раза утром, как я знаю, и там днем. То есть этого не хватает, чтобы увеличить количество заездов, потому что, ну, добираться от станции Подольск до Ульяновых 31, это расстояние очень такое, ну, большое. И по Цемянке, восточному району, тоже жители обратились, что у них вообще нет автобуса, который идет от Цемянки до детской поликлиники на Ульяновых 31. То есть они попросили рассмотреть возможность, тоже как-то вот что-то заезжали. Но подрастами, понимаете, до АТП им неудобно заезжать, чтобы делать пересадку на 10-45. Вот, любовная аптека и вот заезды. Ну, и само собой, школа, как раз комплексная поликлиника. Спасибо. Ну, что касается транспортного обслуживания, мы в прошлый раз проговаривали, после нашей встречи мы также эту информацию передали службе администрации, которые, насколько я знаю, уже направили письма в прокурорующее министерство для того, чтобы увеличили количество маршрутов до поликлиники. И также по району Цемянка мы тоже подготовили. Про письмо я посиликатно сказала. Что касается льготной аптеки. Мы прорабатывали вместе с министерством эту историю и в районе Новосырово, и просматривали все учреждения вплоть до библиотеки, которая находится в Новосырово, вдоль дороги, не знаю, большого. К сожалению, те помещения, которые могут соответствовать для того, чтобы открыть аптеку, ну, о чем мы говорим, их нет. Мы, конечно, еще проговаривали с Евгением Владимировичем, еще бы, посмотрите. Мы не исключаем, мы говорим о том, что и областью поставлена задача в хорошем смысле не просто оптимизация, а эффективное использование муниципальных площадей. Поэтому еще на Селикатной 2, я откровенно говорю, там негде. Там, мы знаем, школа 27, школа 33, дошкольные учреждения. Учреждения. Учреждения.